Япония рассматривает возможность экспорта оружия в страны, которые борются с вторжением. Это должно повысить доверие к Токио на арене глобальной безопасности. Так, правительство и правящая либерально-демократическая партия выдвинули идею расширения перечни стран, имеющих право на получение оружия японского производства. Это, в частности, государства, которые вынуждены защищаться от агрессии. К таким странам сейчас относится и Украина. Пока что Япония отправила в Украину лишь бронежилеты и другое нелетальное снаряжение. По действующим правилам, Токио может передавать военные самолеты, бронетехнику и ракеты только тем странам, которые совместно с Японией занимались ее разработкой и изготовлением. Сообщается, что среди японских политиков бытует мнение, что дипломатический авторитет страны может пострадать из-за такой пацифистской позиции. Япония напряженно следит за ситуацией в Тайване, все чаще раздаются призывы поддержать Украину, в которую вторглась Россия. На прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал законодателя изменить правила экспорта оружия. Расширенный военный экспорт станет ключевым политическим инструментом для оказания помощи странам, подвергшимся агрессии вопреки международному праву, сказал Кисида. В случае непредвиденных ситуаций нам придется просить другие страны об оружии и боеприпасах, иначе мы столкнемся с их недостачей. Как вы думаете, сможем ли мы просить оружие, когда будем находиться в кризисе, если не дадим другим странам во время их собственных кризисов, заявил в 6 февраля депутат Масахиса Сато. Известно, что в правительстве Японии по инициативе депутата от либерально-демократической партии и бывшего министра обороны Ицунори Анадера в прошлом месяце появилась фракция единомышленников, направленная на содействие экспорту оружия. Ожидается, что правительство и правящая коалиция начнут дебаты по экспорту оружия после местных выборов в апреле. Помимо стран, подвергшихся вторжению, правительство рассмотрит экспорт оружия в страны, сотрудничающие с Японией в вопросах безопасности. Такие передачи будут выходить за пределы стран-участниц в совместных проектах, разработках и производстве оружия. Депутат Верхней Палаты Масахиса Сато предлагает отправить в Украину реактивные системы залпового огня, которые планируют снять с вооружения до 2029 финансового года. Также страна активно производит недавно разработанные самоходные гаубицы Type-19, которые должны заменить буксируемые гаубицы FH-70. Кстати, Япония – крупнейший в мире эксплуатант этих орудий. 480 единиц FH-70 постепенно выводят из эксплуатации японского войска. Кроме этого, страна может стать значительным донором артиллерийских боеприпасов к гаубицам, реактивным системам залпового огня и танкам образца НАТО. Сейчас Япония на безвозмездной основе передает украинским военным защитное снаряжение, оборудование для разминирования и малоразмерные беспилотные летательные аппараты. Кроме этого, пиротехники ГСЧС Украины проходят обучение под руководством японских инструкторов в Токио. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии.